Сегодня лайка очень популярна. Это отличный помощник в охоте и добрый домашний питомец. Но для того, чтобы решить, какую именно выбрать собаку, необходимо для начала детально исследовать породы лайек с названиями и их характеристиками. Русско-европейская. Этот вид принято считать молодым, поскольку период скрещивания был всего в 20 веке и в 1949 году был принят стандарт. Появился он благодаря смеси сибирского хаски, карельских псов и других охотничьих собак из разных регионов России. В 1952 году был признан Международной Федерацией Кинологов. Русско-европейская лайка. Имеет средний рост до 60 см кобель до 54 см сука. Голова клиноподобной формы сужается к низу. Глаза миндальной формы. Имеет коричневый окрас в разных оттенках. Уши треугольные, заостренные кверху. Крепкая спина и шея среднего размера. Широкая грудь. Лапы овальные, цельные, конечности ровные и параллельные. Шерсть имеет два слоя. Основной и подшерсток. На теле может иметь разную длину. Хвост в виде кольца. Окрас черно-белый. В нижней части так званые штаны. Это очень здоровые, сильные собаки, которые при правильном уходе и регулярных прививках не болеют. Русско-европейским лайкам необходимо пить много воды, чтобы избежать нарушения обмена веществ. Иначе во взрослом возрасте у них могут появиться камни. Характер имеет добрый, покладистый, но только для своих хозяев. К чужим относятся более настороженно. Уживаются обычно только с теми, кто находится с ними с детства. Особого ухода они не требуют. Главное это активные длительные тренировки и прогулки по 3-4 часа в день. Шерсть стоит расчесывать два раза в неделю, чаще в период линьки. Питание собаки зависит от его активности. Чем больше он устает, тем больше необходима еды. Рацион должен состоять из мяса, рыбы, добавления каш и овощей. Иногда желательно давать нежирный творог для того, чтобы укрепить кости собаки. Таким образом видим, что русско-европейская лайка – отличный вариант для активного образа жизни. Восточно-сибирская. Специально данную породу не выводили. Этот вид получился после многих лет разнообразных скрещиваний на сибирских и уральских землях. В 1981 году был принят стандарт. Восточно-сибирская лайка имеет средний рост до 70 см кабель, до 60 см сука. Голова сужается снизу, кость более крепкая, нежели у других видов. Уши треугольной формы, низко посажены. Глаза овальные, с косым разрезом. Коричневого цвета при любом окрасе. Спина, грудь крепкие, широкие. Конечности параллельные. На передних лапах локти смотрят назад. Это может как белая лайка, так и черная, рыжая или бурая. Здоровье у собак очень хорошее. Генетических заболеваний нет. При регулярной вакцинации и осмотру ветеринара может вообще не болеть. Проблема ухода заключается в том, что этот вид очень сильно линяет. Это может усложнить проживание в квартире. Поэтому вычесывать собаку нужно несколько раз в неделю. Питание на основе мяса, рыбы, круп и овощей. Сырое мясо давать можно. Характер покладистый, добрый, но абсолютно противоположные качества проявляются в охоте. Эта собака не приспособлена для охраны, поэтому что к чужим людям она относится скорее равнодушно, нежели агрессивно. Прогулки и тренировки должны быть ежедневными, поскольку у пса очень много энергии. И если он проживает не в вольере, а в доме, то он выпустит ее на порчу разнообразных предметов и мебелью. Карелла финская. Вывели данную породу финны, а именно древняя племя суоми, которая проживала в лесах. После начало происходить крещение карельских собак с финскими. В результате этих процессов получилось так, что карелла финская лайка, не признанная на международном уровне, относится к виду финского шпица. Средний рост до 50 см кобель, до 45 см сука. Голова и шея среднего размера, пропорциональны телу. Глаза имеют овальную форму, ореховый окрас. Уши треугольной формы, посаженные низко. Конечности крепкие, мускулистые, параллельные. Шерсть разных оттенков, рыжего цвета. Здоровье у собак хорошее, но достаточно слабый желудок, поэтому стоит уделить внимание питанию. Курицу и свинину карелла финским лайкам давать нельзя. Это мясо считается для них жирным и приводит к проблемам со здоровьем. Прогулки должны быть не менее двух часов. Также стоит расчесывать шерсть пса несколько раз в неделю. Характер добрый, послушный, но достаточно гордый, поэтому не стоит оставлять ее наедине с маленькими детьми. При хорошем уходе и достаточном количестве внимания, карелла финская лайка будет отличным домашним питомцем. Западносибирская. Манские и хантыйские лайки лежат в основе западносибирской лайки. Рост у кобелей 62 см, у сук – 18 см. Спина, шея очень мускулистые и ровные. Кости у данного вида невероятно крепкие. Морда узкая, особенно у женского пола. Шерсть имеет большой слой подшерстка. Может быть белого или рыжего цвета в разных оттенках. Лапы умеренно косые, но параллельные. Глаза могут быть только кариего цвета. Уши посажены высоко. Здоровье у этих собак очень крепкое, поэтому специального ухода за ними не требуется. Необходимы регулярные прогулки по 2-3 часа и тренировки. Питание также неприхотливое. Рыба, мясо, овощи, крупы и творог могут стать основой рациона. В 1957 году собака лайка полетела в космос на ракете «Спутник-2». Этот вид выбрали из-за выносливости и хорошей податливости к тренировкам. Отличительной чертой характера является самостоятельность и желание доминировать. Это касается других собак. Но для своего хозяина лайка будет послушной. Хоть и выполнять команды может не сразу. Якутская. Появился данный вид в Якутии на собачьих реках. Раньше реки делили на два типа. Там, где было много рыбы, ей можно было кормить собак. Во время передвижения собачьи, там где рыбы не было, использовали олени. И реки назывались оленью. Якутская лайка была выведена для того, чтобы быть выносливой и выдерживать долгие путешествия. Средний рост у кобеля 59 см, у самки 53 см. Морда вытянутая, крепкая черепная коробка. Глаза могут быть голубые, карие и черные, также имеют медалевидную форму. Спина, грудь и конечности очень мускулистые и крепкие. Шерсть толстая, хороший подшерсток. Допускается только пятнистый окрас в разных комбинациях. Белый с черным, рыжим. Характер спокойный, дружелюбный. Но с чужими собаками может возникнуть конфликт. К людям относятся хорошо и может поладить с детьми. Здоровье у собаки очень крепкое, но проводить ветеринарный осмотр и делать прививки необходимо. Для содержания дома этот вид не подходит. Необходимо содержать ее в просторном вольере. Уход состоит в вычесывании шерсти один раз в неделю и активных тренировках. Карельская медвежия. Необходимо ознакомиться с описанием разновидности лайки, прежде чем приобретая щенка. Особенно это касается карельской медвежьей лайки, поскольку она предназначена исключительно для охоты. Рост у кобеля составляет 57 см, у самок 53 см. Все части тела очень мускулистые, лапы ровные параллельные. Особенностью является возможность отсутствия хвоста. В норме он в виде кольца, но может и куцый. Окрас черный. Возможно белое вкрапление. Глаза медалевидной формы кария. Характер очень дерзкий, смелый, но послушный. При небольших пропусках сильно наказывать нельзя. Стремится быть лидером среди других собак. Также очень самостоятельная. Может побежать за кошкой или другой живностью, не послушав хозяина. Но на охоте проявляет только свои лучшие качества. Имеет крепкое здоровье. Питание состоит из мяса и рыбы. Возможно с крупами. Количество небольшое. Вычесывать необходимо металлическим гребнем 20-3 раза в неделю. Для жизни в квартире не приспособлено. Норвежская. Одна из самых давних пород лайек. Появилась еще в 11 веке в Норвегии. Ее использовали для охоты на мелких зверей, чтобы пасти скот и охранять двор. Имеют небольшой размер. Кобели до 45 см. Самки до 40 см. Глиновидная форма головы. Хорошо выраженные мышцы. Крепкая спина и грудь. Цвет глаз соответствует окрасу, который может быть рыжий, пшеничный, чисто черный. Уши посажены высоко, слегка закруглены. Это наиболее дружелюбный вид лайек. Они подходят для разных целей. Очень умные, спокойные, хорошо ладят с детьми и любят играть. Благодаря этому его можно содержать в квартире. Особого ухода не требует. Питание с большим количеством мяса и рыбы. Ежедневные активные прогулки 2-3 часа в день. Вычесывание 2 раза в неделю. Проверка у ветеринара. Можем сделать вывод. Чтобы правильно выбрать себе щенка, необходимо знать, кто такие собаки лайки, их разновидности, как они реагируют на других, сколько часов в день нужно уделить прогулкам и многое другое. Всем спасибо за просмотр. Кому понравилось это видео, ставьте лайк. А также поделитесь своими друзьями. Пускай тоже узнают про это видео. Всем спасибо. Всем пока.